Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день памяти и скорби по жертвам насильственной депортации карачаевского народа. Из-за ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией массовых мероприятий по случаю 98-й, простите, 78-й годовщины трагической даты не проводилось. Глава Карачаева-Черкесия, Рашид Тимрезов, в ходе рабочего визита в Малокарачаевский район возложил венки памятнику матери Горянки в Учкекене. Ахмат Халкечев подробнее. Мемориальный комплекс в Учкекене прежде всего посвящен подвигу женщин-матерей, на хрупкие плечи которых непосильной ношей легли все тяготы периода изгнания. Из-за мер, предпринятых по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в Траурном собрании приняли участие лишь ограниченная группа официальных лиц и живых свидетелей тех страшных лет. Глава Карачаева-Черкесии, Рашид Тимрезов, возложив венки основанию монумента, молчанием почтил память безвинных жертв преступного акта сталинского режима. Затем муфти республики Исмаил Хажжибердиев совершил коллективный обряд Дуа. Это нужно для подрастающего поколения, чтобы они знали, что были и такие дни, чтобы Аллаху Таалану больше нам не показал таких дней, то, что видели наши родители, дедушки, бабушки. Очень страшное было время. Именно 2 ноября 1943 года сталинский режим силами НКВД осуществил свой преступный и поражающий бесчеловечностью замысел. Впервые в истории в измене родине была обвинена не какая-то определенная группа предателей, а целый народ. Следовательно, и казнить публично решили всех, сослав в бессрочное изгнание в степи Средней Азии и Казахстана. В немилости тогдашней власти оказались беззащитные женщины, немощные старики и даже малолетние дети. Это для нас был самым страшным днем. Днем, таким днем, я хорошо помню, когда нас загнали в вагоны в Кисловодске. Я говорю, мне было 6 лет полностью. За один год ни одного не стало стариков. Все погибли от голода, только от болезни и голода. Мертвых выбрасывали на ходу. Я помню, две девочки, мать умерла. Они говорят, пожалуйста, дайте нам хотя бы 10 минут, мы закопаем мат. Такое дело. Они взяли, расстреляли этих двух девочек около матери. Так и оставили. Мы уехали. А в это время все боеспособное население Карачаев на фронтах Великой Отечественной войны билось насмерть с фашистской нечистью, спасая не только нашу Родину, но и весь мир от нацистской идеологии. В репрессиях исключительно по национальному признаку карачаевский народ потерял свыше 43 тысяч человек, из которых 22 тысячи были дети. Сегодня и в Карачаевске почтили память без вина умерших в годы депортации председателя Народного собрания Карачаев-Черкесии Александр Иванов, председатель правительства республики Мурат Таргунов и сенаторы от республики возложили венки к мемориалу жертв депортации карачаевского народа. В тяжелых жизненных условиях в Средней Азии карачаевский народ смог выжить и сохранить свою богатую и самобытную культуру. На памятном мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Прошло 78 лет, но память о той дате навсегда останется в судьбе карачаевцев. Перед возложением венков к мемориалу жертвам депортации карачаевского народа имам Хатыб соборной мечети Карачаевска Ахмад Хаджи Урусов совершил обряд дуа по погибшим в Средней Азии. После чего собравшись, а их по понятным причинам, как было и годы, было не так много, возложили венки к мемориалу. «Мы должны помнить, в каких условиях народ выжил и сумел сохранить свою богатую национальную культуру», отмечали общественники карачаевского народа. Да не забывается, это история. А кто историю не помнит, у того нет будущего. Мы именно хотим, чтобы у нас будущее было хорошее, безопытное. Поэтому мы вот вспоминаем 2 ноября, особенно подрастающее поколение, это если 80-летние, 90-летние, они это не забудут о смерти, то то поколение, которое родилось уже здесь и знает только по наслышке, если им это не повторять, не внушать, не учить их, они забудут. «Я был маленьким ребенком, когда наш народ поместили в товарные вагоны и отправили в неизвестные нам до этого места Средней Азии», вспоминает заслуженный художник Карачева Черкесии Магомед Бастанов. «Только труд и та непоколебимая сила духа позволила нам вернуться на родину», отмечает Магомед Сусранович. «Я смутно помню выселение, хотя я был очень маленький, там 2 или 3 года, но зато хорошо помню, как там нас встречали. Местным населением, казахам, киргизам, узбекам, внушили, что мы действительно бандиты, головорезы, вот простой народ, так и воспринял нас, поэтому от нас прятали все, и зерно все от нас прятали». Память бессмертна о тех, чьи сердца бились, веря в возвращение домой, но так и остались на чужбине. Алихан Липшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Горькая дата в истории карачаевского народа не прошла мимо и супругов Тухтара и Фаризат Байрамуковых, которые познали всю горечь депортации в совсем маленьком возрасте. Выросли, выстояли, создали большую крепкую семью и до сих пор не могут сдержать слез, вспоминайте страшные годы. Альмина Курочинова-Кенжева подробнее. Ровно 78 лет назад, ранним холодным утром 2 ноября, всех карачаевцев, без исключения мужчин и женщин, детей и стариков, начали собирать под угрозой расстрела. В руках ментовки, а третьем 100 лет времени. Ну, они сразу нам говорят, вставай, давай, давай. Бабушка пришел, в руку держал меня, а там корова мочит. Мама сказала, пойду корову связано, а спешу, чтоб не мочался. Трудно представить, что чувствовали, что проживали в те суровые дни испуганные люди. На сборы давалось совсем мало времени, и брать с собой только необходимое, причем в минимальном количестве. Мама Тухтара Байрамукова взяла с собой швейную машинку, которая стала потом кормилицей семьи в ссылке. 18 дней следовал поезд в пути. Люди находились в необорудованных вагонах. От голода, холода и болезней умерло более 500 человек. Многих выбрасывали прямо на ходу в реке. Жители Казахстана напугали, что везут предателей и людоедов. В первое время казахи были в недоумении, но потом все все поняли. Умирают дети, болеют. Вот, например, соседка моя, полная семья умерла. От голода? От голода. Сосед Тухтар поделил свой огород и разрешил посадить кукурузу. Собрали тогда богатый урожай. Тухтар освоил несколько профессий. Потом это пригодилось и на родной земле. А маленькой Фаризат было всего 5 лет, когда она потеряла свою маму. У меня бабушка и дедушка забрали. Я у них жила. Бабушка тоже 7 лет жила со мной. Сказала мне, ухаживай за курицами. Я в азар пойду. С ведром я еще понесла в азар. И я оттуда пришел на дорогу. Не дошел на Донам. И умер. Отучившись два класса, Фаризат работала. Люди пахали на хлопковых плантациях. Пололи свеклу. Работали, не покладая рук. От рассвета до заката. Каждый день народ ждал весточки, что можно вернуться на родину. Никто и подумать не мог, что ссылка продлится длиной в долгие 14 лет. Нет семьи, кто не потерял своих близких и родных в той ссылке. После возвращения на родину люди должны были выкупать свои же земли и дома. Ссылка разделила жизнь карачаевцев на до и после. Прожили тохтар и фаризат очень трудную жизнь. Живут сейчас в окружении любви и заботы четверых детей и девяти внуков, которые знают о депортации немало. Как мы это можем забыть? Это наша история. Я, наоборот, против того, чтобы забыли. Я хочу, чтобы свою историю люди знали, передавали своим детям. Это боль. Это боль моей нации. Это боль моего народа. Как можно про это забыть? Я вообще не понимаю. Альбина Курочинова-Кенжева, Ольга Савенко, Лебек Ишеров. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Карачаева, Черкесия. Плюс семь, плюс десять. Днем плюс четырнадцать, плюс шестнадцать градусов. Продолжаем выпуск. Сегодня в очке Кене глава Карачаева Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Малокрачаевского района Рамазаном Байрамуковым. Было отмечено, что по темпам распространения коронавируса ситуация в районе серьезная и по-прежнему много людей госпитализирует. При этом на фоне других муниципалитетов уровень вакцинации в Малом Карачае остается невысоким. Рамазан Пахатович доложил о том, как в районе ведется профилактическая работа с людьми на тему вакцинации. Акцент делается на многочисленных примерах, когда прививка помогла людям перенести заболевание в легкой форме. В ходе встречи было принято решение, что эта работа будет в районе еще более активизирована. Глава региона отметил, что еще одним важным способом снизить скорость распространения инфекций является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, ограничений, введенных в республике с 27 октября. Рашид Тимреза поручил кратно увеличить количество рейдовых мероприятий и профилактических бесед. Контрольные мероприятия будут проводиться в организациях торговли, на транспорте, в других местах массового пребывания людей. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 27 678 человек. Из них 24 116 выздоровели, 905 человек госпитализированы. Он внес огромный вклад в создание истории карачаевского народа. На 76-м году ушел из жизни известный историк Лермонтовед, писатель, профессор Пятигорского государственного университета Владимир Захаров. Последние годы своей жизни Владимир Александрович прожил в Карачаевске, где принимал активное участие в научной и общественной жизни города. Последний путь проводить историка пришли его близкие друзья и коллеги. О жизни историка и исследователя расскажет наш корреспондент Салихан Ипшоков. Он был удивительным человеком, который всю свою жизнь отдал служению исторической науке. Владимир Захаров является автором более тысячи научных статей и 30 книг. Одним из последних трудов Владимира Александровича является книга «История. Алан. Вчера и сегодня». В течение трех лет он собирал большой материал для исторического издания. Невозможно переоцелить его вклад в воссоздание истории карачаевского народа. В своих трудах Владимир Захаров доказал, что карачаевцы Балкарти являются потомками Аланов. «Очень интересное доказательство. Это доказательство, против которого не выступишь. Знаете, это появилось, ну она недавно появилась, сравнительно, такая наука, ДНК-генеалогия. И когда у вас, у других людей возьмут образцы ДНК, да, вот, это безболезненные пробы, вот, потом проверяют их и устанавливают ваш генетический код. Это набор цифр, из которых как бы простому человеку ни о чем не говорят, да, вот. Но специалисты знают, отсюда можно установить, кто были предки». Проститься с Владимиром Захаровым пришли его друзья и коллеги. Ректор Качеву имени Умара Альева Талсултан Узденов отметил, что Владимир Александрович был одним из тех немногих ученых, который предлагал все свои силы для изучения развития исторической науки. был ярким представителем научной интеллигенции «Карачаевска». «Был очень добрый, отзывчивый, глубоко интеллигентный, выдающийся ученый Лермонтовед. Много оставил хорошего, доброго для молодежи, для тех, кто интересуется наукой. Он своим жизненным путем показал хороший, насыщенный, добрый пример всем нам». Сын Владимира Захарова Денис поблагодарил всех и подчеркнул, что память об историке-мыслителе навсегда останется в истории Карачаевска. «Я вас очень благодарю, близкий вам поклон, спасибо за эту благодатную землю. Я знаю, что он хотел сделать здесь музей Лермонтова, не успел, но я думаю, что что-нибудь все равно здесь останется его, его частичка здесь все равно есть». Мечтой Владимира Захара было создание музея имени известного русского поэта Михаила Лермонтова, которую он так и не осуществил. Его историческое наследие навсегда останется в памяти жителей республики. Алих Алипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас продолжение сериала «Медиум». Медиум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова